здравствуйте разговаривая с потенциальными покупателями электроконвекторов в огне я сталкиваюсь с многими вопросами которые мне задают я хотел бы дать сегодня на них ответ первый вопрос почему данные конвекторы являются энергосберегающими технологиями обратите внимание конвектор мощностью 600 ватт имеет огромную площадь тепловых элементов благодаря которым происходит эффективное отопление помещения поэтому если сравнивать данный обогреватель с обогревателями тенового типа даже ребенок может понять что количество нагревательных элементов их площадь даст намного большую эффективность чем маленький электроконвектор более меньшей площадью обогревательной поверхности второй вопрос который мне часто задают как подобрать обогреватели для того чтобы отопить помещение я при создании данного обогревателя думал о том как же наиболее эффективно преподнести свои обогреватели в жилые помещения почему первые и самые главные вопросы это тепловая защита помещения то есть утепление стен и в паспорте я указываю насколько кубических метров воздуха необходимо мощность данных конвекторов мне также говорят а почему двух киловаттный конвектор вы говорите что он является аналогом 1 киловаттного конвектора вогника но тем не менее двух киловаттный конвектор отапливает помещение холодное помещение гораздо быстрее чем в огне я отвечаю потребителям так обратите внимание что заявляет производитель данного товара производитель товара ты на обогревателя говорит что двух киловаттный конвектор рассчитан для отопления до 50 кубов воздуха я же заявляю что конвектор вогник рассчитан один киловатт на 38 кубов воздуха поэтому но по габаритным размерам он примерно соответствует двух киловаттному обогревателю в чем же экономия экономия достигается в том что на как работает электро конвектор тенового образца у электроконвектора с теном температура на тени 250 280 градусов поэтому высокая скорость конвекции на керамических пластинах температура воздуха ниже скорость конвекции несколько ниже соответственно из этого следует что количество воздуха первоначально первоначально первоначальном этапе теновый конвектор прогоняет больше через корпус но когда помещение переходит в стадию нагрева до определенной температуры при отключении термостата а ты остывает в течение 4 3 минут а керамические плиты являются тепловым аккумулятором и они с аккумулировав тепло выданное ранее продолжают его отдавать то есть получается что керамические плиты работают в постоянном режиме а тену приходится нагревать воздух с нуля или с температур с комнатной температуры то есть тен затрачивает большее количество энергии и проходит большее количество циклов чем керамические плиты за счет этого получается экономия электроэнергии вот еще один вопрос когда начнут работать лек когда начнет работать электроконвекторы в экономичном режиме в экономичном режиме электроконвекторы начнут работать тогда, когда в помещении будет достигнута температура, которая установлена на термостате. За счет того, что термостат мы ставим механический, а не электронный, погрешность его работы составляет 1 градус. Соответственно, если электронный термостат срабатывает на температуру 0,2 градуса, количество циклов получается гораздо больше. За счет того, что мы убираем количество циклов, получается автономная работа электроконвектора в аккумулирующем режиме. За счет этого достигается экономика.